Скажем так, год был непростой, но садоводство по-прежнему у нас приотечна отрасль агропромиссионного комплекса. Мы страну еще пока не накормили плодами. Чем мы занимаемся, растем, развиваемся, думаем совместно. Поэтому Казахстанский край ежегодно является лидером в России в отрасли садоводства. Мы производим где-то около третьей части плодов по Российской Федерации. В этом году еще цифр нет, но в 2022 году мы 492 тысячи собрали. Это был рекорд у нас. В этом году пока меньше, но мы стараемся подтянуться к этой цифре. Несмотря на погодные и трудные условия этого года, но динамика у нас нормальная. Чуть-чуть меньше, чем в том году, но еще уборка не закончилась. Хотя погода, конечно, мешает. Площадь нагретых насаждений у нас составляет 1 тысячу гектаров. Посадочный материал мы научились выращивать. 7,5 миллионов тонн мы выращиваем. 7,5 миллионов штук мы выращиваем. Ежегодно последние три года количество не уменьшаем. Это намного больше, чем мы закладываем. Закладываем мы в пределах 4 миллионов штук. Поэтому еще и заводим. За границей, по крайней мере, в том году мы заводили 30%. Закладываем мы вредных насаждений ежегодно где-то 1700 гектаров. Последние три года. Ну вот теперь такие данные у нас не очень такие радостные, скажем, но как есть. За последние пять лет себестоимость выращивания яблок выросла на 60%. Это много. Вот где-то ранее я говорил, что до 30 рублей себестоимость килограмма. Это было, в принципе, недавно. Сейчас уже до 40. То есть это существенно. Растет все. Растет рынок труда, средства защиты растут. Растет заработная плата, между прочим, здорово. ТСМ и так далее. То есть и в этом году тоже ожидается. Это данные за последние пять лет. В этом году тоже себестоимость, наверное, где-то по прогнозу была на 13% выраст. По сравнению с тем годом. То есть это много. Вот на одном в Мичуринске на совещании докладывал Королин Анатолий Сергеевич. Зам. Директора департамента. Он говорил, что в среднем по России уровень ретабельности всего составляет 12%. Это очень мало. Для садоводства это мало. Я всегда говорю, что академик Егоров наш говорит, что если уровень ретабельности 60% не будет в садоводстве, то садоводство развиваться не будет. Нормально. Поэтому вот такие реалии. Мы пока живем в таких реалиях. Уровень ретабельности садоводстве падает. Ну вот теперь такая диаграмма. Хотя вчера было совещание, а ГРАЮ проводил. У нас с сетями тоже были споры. Но так или иначе, статистика, это математика, это царица наук. Вот есть такие статистические данные, что садоводы продают килограмм яблока по 44 рубля, это за последние 5 лет. А сети продают по 96, то есть больше, чем в 2 раза. Сети накручивают и увеличивают. То есть это наша прибыль остается не у нас, скажем так. У сети есть своя, правда, у нас есть такие цифры. То есть нам надо, чтобы нашу продукцию покупали дороже. Вот как бы это наша точка роста садоводом. Так, теперь я хочу перейти в кадр. В нашей отрасли однозначно дефицит кадров. Вот в Крае за последние годы мы добавляли по 500 гектар. То есть мы считали, что нужно 300 человек в отрасль специалистов добавлять, специалистов. Где их брать? Проблема. Вот. Еще такая критическая точка. У нас во время сбора урожая не хватает людей. Урожай будет расти. Мы молодых садов насажали, суперинцинных садов. Мы надеемся, что урожай будет ежегодно расти. И что вот проблема будет с рабочими во время уборки. Как из этой ситуации выходить? Ну как-то надо возвращаться, может быть, к клиническим отрядам. Может быть, какие-то другие варианты. Ну вот раньше это было. В Советском Союзе надо, наверное, возвращаться к тому хорошему, что было в нашей стране, которое не стало. По крайней мере, там были какие-то клинические отряды. Но вот мы думаем, что к этому нужно... А под это нужно готовить, конечно, базу загадательную, потому что сейчас сложно с этим вопросом. То есть вот один из таких вопросов есть. Вот. И мы его поднимаем. То есть будет проблема. Урожая много, кем убирать? А уборка урожая самый критический момент. Если мы урожая не уберем, если мы оставим в саду, то это проблема. То есть вот об этой проблеме мы в этом году как-то решились заявить. Ну и теперь мы часто говорим об этом. Очередной раз я хочу напомнить проблемы, что нужно для развития садоводства у нас в крае, в нашем. Это понятно, что нужно... Я постоянно об этом говорю, что нужно запретить импорт в период массового сбора урожая. Как это сделать, до сих пор непонятно. Мы уже об этом говорим 7 лет. И запрос только не поднимался. Уже есть век садерации, правительству несколько раз давал поручение для того, чтобы это... Чтобы это как-то начался вопрос прорабатывать. Но вот оно не так. Напомню, что мы считали, если будет ограничение ввоза в период массового сбора реализации, мы будем продавать свое яблоко на 10 рублей дороже. Вот. Есть такие цифры у нас. Мы их готовили, они есть. Мы их везде представляем, нужные органы. Но пока в основном не так. О ценах в торговой сетях я говорил. Отрегулировать торговые наценки в сетях. Это точка роста. Будут у нас покупать дороже, будет у нас рентабельность высшая. 80% продукции продается через сеть. Сеть нам диктует свои цены. Наверное, как-то рынок складывается, но нас такая цена не устраивает. Нам надо продавать свои продукции дороже. Раз сеть, может два раза на пути. Увеличить государственную поддержку на среде строительство фруктов хранилищ. Нам не хватает их. Некоторым фермерам не по карману построить. Хотя бы до 50%. Чтобы государство компенсировало. Мы об этом тоже постоянно говорим. Проводить активную работу с учебными заведениями в части подготовки кадров. Я на одном совещании рассказывал, что сейчас в техникумах идет перестройка образования. Очень серьезная программа в пространстве появилась. Садоводам надо на это внимание обратить. Очень серьезное идет извинение системы подготовки в техникумах. Поэтому среднее зерно тоже нам важно. И механизаторы, и агрономы среднего зерна тоже. Поэтому надо обратить на это внимание на техникум сейчас, садоводам. Прорабатывать возможность снижения себестоимости производства кладовой продукции. И здесь точки роста. Мы на двух апрепосах, конференциях об этом говорили. Мы ищем резервы, как снижать себестоимость. Тут много и выбор сортов, и порог, и так далее. То есть тут надо нам внутренние резервы как-то искать и задействовать. Популяризовать отрасль садоводства и кооперация. Вот действительно, в последнее время необходимость кооперации, она очень серьезная. Это тоже точка роста, тоже резервы. Совместно легче. Мы даже вчера пытались на круглом сели как-то сетями договариваться, искать точки соприкосновения. Хотя раньше этого не было. Кооперация должна быть везде. Везде должно быть как-то искать вместе. Сейчас век сотрудничество. Поэтому нужно искать моменты. Ну, вот у меня пока все.